Экс-советник главы Бурятии и участник специальной военной операции Александр Васильев предложил включить в программу голоса кочевников музыку СВО. Он считает, что хороших авторов и исполнителей, которые поют о спецоперации, в Бурятии немало. Васильев убежден, что нужно увязывать с СВО практически любые мероприятия, будь то концерты или спортивные соревнования, Олимпиады школьников или Дни Байкала. Волонтеры подарили онкологическому отделению ДРКБ ортопедические подушки и кресло-шезлонг для ухода за детьми. Такая помощь для проходящих лечения в палеотивном отделении особо важна. Детям, находящимся на длительном лечении, нужен особый уход. Мигалку-помогалку установили на аварийно-опасном участке дороги на Верхней Березовке. Шериф балки нужны для профилактики ДТП. Они имитируют патрульные машины, привлекают внимание водителей, вынуждая их снижать скорость. Основным преимуществом такой мигалки является ее хорошая видимость на большом расстоянии. Прибор автоматически начинает работать с уступлением темноты, включаясь вместе с уличным освещением. 200 километров по нехоженной земле. Ради научно-спортивной экспедиции по Северомуйскому хребту к Бурятию прибыли исследователи из Тулы. Команда из шести человек Тульского областного отделения Русского географического общества отправится со станции Итыкид до дороги Токсимо-Бадайбо. Бурятия не проведут 16 дней. Стоит отметить, что маршрут относится к пятой категории сложности. А вот и отдых, который мы заслужили. Правда, наслаждается им пандатра. Невероятный милый зверек купается в водах Чевыркуйского залива.